приветствую уважаемые трейдеры с вами я мария кухта и вы смотрите рубрику пульс рынка с марии кухтой в сегодняшнем обзоре мы с вами посмотрим как отработали все торговые рекомендации которые вы от меня получали на прошлой неделе а также будет несколько свежих торговых идей по валютному рынку и по криптовалютному рынку давайте начнем друзья с индексу nasdaq я напомню что еще ранее после закрытия пятничной девочки на выходных я записала обзор в котором рекомендовала вам открывать покупки по индексу nasdaq и смотрите какая замечательная у нас отработка произошла за прошлой неделе то есть мы фактически замечательно отросли по данному индексу пятничная девочка показала очередной максимум закрепилась выше ключевого уровня сопротивления в районе 12 100 которыми говорила на обзоре в принципе замечательно ланге себя уже отработали кто покупал по мою торговой рекомендации можете часть позиции фиксировать стоп лосс переводить в безубыток и оставшуюся часть позиции удерживать поскольку хорошие у нас есть перспективы для дальнейшего роста по данному индексу так давайте теперь посмотрим индекс доллара напомню что тоже в начале прошлой недели рекомендовала вам работать на продажу по индексу долларов сторону шартовой тенденции а в сторону хороших шартовых проливов импульсная защита которая у нас прошла на значит в этом месяце в начале этого месяца и как вы видите локальному себя отработали то есть еще немножечко локально упал индекс доллара на прошлой неделе после этого две дневки четверг-пятница у нас показывают продолжение консолидации то есть у нас продолжается консолидация меня по данному инструменту поэтому текущая картина друзья у нас не меняется на следующей неделе торговая рекомендация от меня продолжаем работать на продажу по индексу доллара у нас формировалось сопротивление в районе 102 15 локальный уровень сопротивления от которого можно работать на снижение с целью на пробитие текущих минимумов и ниже в принципе учитывая замечательную консолидацию позиции учитывая то что есть у нас отличное накопление я считаю что индекс доллара очень скоро а возможно и в среду на новостях а покажет хороший импульсный пролив вниз в сторону шортовой тенденции поэтому продаем индекс доллара они же локального сопротивления 102 15 и есть еще у нас сопротивление чуть выше 102 60 если будем тестировать суда 15 возможно еще коррекционно уйдем немножечко наверх но тем не менее они же сопротивление следующие 102 60 рассматриваем продолжение продаж по данному инструменту поэтому риторика у меня не меняется индекс доллара продолжаем значит рассматривать нас очередное снижение и ожидаем хорошего импульса связи с замечательным накоплением позиция евро давайте посмотрим по евро доллару а я вам тоже рекомендовала в начале прошлой недели работать на покупку смотрите еще понедельник у нас один такой хороший импульсный выброс на север локально евро нарисовала после этого отросли до середины прошлой недели и четверг пятница у нас показывают локальную коррекцию но тем не менее основное направление остается тот же то есть рекомендую продолжать работать на покупку по евро секущих покупать пока опасно поскольку у нас есть небольшое зажатие цены вниз локальные ждем ждем подтверждающего паттерна соответствующего для захода на покупку то есть нужно чтобы это зажатие вниз сломили либо чтобы его выровняли и в таком случае евро дальше уйдет на север и обновит текущие максимумы ключевой уровень на текущий момент у нас сохраняется тот же 107 80 поддержка от которой мы неплохо что ушли на север я напомню что еще ранее я рекомендовала открывать покупки по евро то есть после первой перекрывающей девочки который у нас нарисовалась 19 января я записал обзор в котором рекомендовала ланговать валютную пару евро доллара и сами можете видеть какая замечательная отработка у нас уже произошла тем не менее как я уже сказала настроение по евро у нас не меняется у нас уверенная ланговая тенденция как локальная так и среднесрочная по евро не присутствует поэтому небольшая коррекция локальная но я думаю что дальше дальше после хорошего перекрытия лангова можно будет работать на покупку сторону основной ланговой тенденции которые у нас присутствуют по данной валютной паре поэтому следующий торговый идея от меня продолжаем работать в лонг по евро доллару так на прошлой неделе еще не давала для вас торговую рекомендацию на покупку серебра давайте серебро посмотрим сначала сначала прошлой неделе у нас серебро нарисовала импульсный такой вы нас вниз то есть возможно короткие стопы здесь вынесли но несмотря на это торговый паттерн который у нас сам образовался за уже последние полтора торговых месяцев по серебру после хорошего импульсного движения наверху 20 декабря из торговый паттерн друзья у нас в силе и после этого и выноса который мы видели 23 января я записала обзор где рекомендовала открывать ланги по серебру и смотрите почему ланги потому что следующий дневочка у нас показала подтвердила вернее что у нас ситуация сохраняется ланговая ситуация у нас не поменялась движение которое у нас было до этого было выносным то есть нужно оценивать движение с позиции что она сделала на рынке то есть либо это вынос либо это какое-то заходное движение в данном случае никакого заходного движения в шорт у нас по серебру не было то есть это был выносный импульс после которого мы это подтвердили действительность что этот импульс был выносный шартовый и собственно я записала обзором 25 января и можете посмотреть на моем youtube канале мария кухта трейдер то есть все все видео есть в доступном свободном доступе и после этого серебро две дневки себя замечательно отработала друзья на покупку мы достигли ближайшего ценового сопротивления 2430 среагировали его но тем не менее если посмотреть на текущую картинку по данному инструменту ситуация у нас не меняется у нас просто идет еще до набор торговой позиции есть тоже накопление которое у нас уже формируется полтора торговых месяцев по данному металлу есть хороший защитный уверенный импульс от 20 декабря заходной поэтому основная идея продолжаем работать в лонг по серебру выше поддержки в районе 2340 ключевой уровень поддержки откатный который мне неоднократно подтверждали неоднократно тестировали но тем не менее была у нас реакция на этот уровень несколько раз очередная реакция как вы видите уже в пятницу тоже у нас прошла то есть мы попытались уйти ниже данного ценового уровня но не смогли и откупили серебро в пятницу локально локально немножечко зажимают вниз но все-таки если будет соответствующий торговый паттерн с понедельника нужно чтобы наш один локальное зажатие вниз сломили в таком случае можно открывать ланге если вы еще не открывали либо продолжать удерживать те покупки которые вы ранее открывали по моим торговым рекомендациям и ожидаем импульса на север с прорывом сопротивление 2430 и выше то есть серебро у нас на текущий момент сохраняет уверенную ланговую ситуацию здесь паттерн себя замечательно нарисовала поэтому текущая картинка всего лишь навсего подтверждает этот паттерн и и собственно поэтому я рекомендую продолжать работать на покупку по данным инструментом если у нас произойдет прорыв вниз то есть отмена лангового сценария это пробитие фактически вот этого импульсного выноса от 23 января пробитие закрепление ниже в таком случае у нас произойдет отмена лангового сценария и дальше будем снижаться пока этого нет пока мы подтверждаем ланговое настроение по данному металлу поэтому только покупки так и с валютного рынка еще свежая торговая рекомендация для вас предлагаю присмотреться к новозеландскому доллару хорошая ситуация нарисовалась локально я напомню что еще ранее от этого накопления позиции которые у нас было в начале текущего месяца сформированы я рекомендовала открывать покупки то есть выше откатного 0 6340 после импульсного перекрытия замечательно новозеландия себя отработал на текущий момент что мы сейчас видим по данному инструменту есть у нас поддержка 0 64 65 консолидационный уровень поддержки который мы несколько дневочек удержали выше подтвердили этот уровень и есть защитное движение слева которое у нас прошло 20 января в сторону как локальной тенденции лонговой так и среднесрочной лонговой тенденции которые у нас образовалась по данной валютной паре поэтому друзья открываем покупки по новозеландцы я думаю что 100 стоп лосса достаточно выставить они же за откат который мы видели в среду 0 6440 и мы же станет стоп лосс ниже значит минимума коррекции 0 6430 но в любом случае в любом случае настроение у нас лонговая ожидая хорошего импульса выброса на север по данной валютной паре с целью на пробитие текущих максимумов и выше так давайте теперь перейдем к криптовалютному рынку потому что есть несколько хороших торговых идей для вас и начнем с эфира друзья по эфиру у нас рисуются лонговое перекрытие если сегодняшняя девочка у нас закрывается примерно так как мы сейчас торгуемся то есть на этой ценовой зоне если не будет сжатия вниз то есть нужно чтобы все-таки сегодняшняя дневка закрылась с лонговым перекрытием есть у нас еще вот перекрытие которое произошло 25 января и если сегодня закрываемся так как мы сейчас торгуемся то мы подтверждаем это перекрытие от 25 января и все это у нас происходит в защитном движении слева которое прошло 20 19 января и плюс уверенная тенденция лонговая которая у нас уже еще с прошлого месяца сформировалась и отрабатывается до сих пор поэтому если девочка сегодня хорошо закрывается открываем лонги по эфиру и ожидаем хорошего выстрела наверх с целью на прорыв текущего сопротивления 1665 и выше а ключевой уровень это откат 1550 выше данного уровня рассматриваю лонги а еще есть несколько для вас хороших торговых рекомендаций бенби друзья бенби сегодня своим подписчикам в закрытом канале давала торговую рекомендацию на покупку уже мы себя замечательно отрабатываем то есть если желаете получать от меня свежие торговые идеи актуальные подписывайтесь на мой закрытый канал и и будете всегда получать хорошие актуальные торговые рекомендации от меня по соответствующим ценам то сейчас мы уже ушли на север но мои подписчики зарабатывают и замечательно себя отрабатывает данная торговая рекомендация продолжаем продолжаем удерживать слонги по бенби и я думаю что очень скоро мы пробьем а текущие максимумы дальше будем расти почему потому что есть у нас замечательное накопление позиции с поджатием локальным наверх выше поддержки 298 7 и после перекрывающего импульсного движения которые мы видели 19 20 января поэтому картинка здесь отличная смотримся наверх если дадут допустим какую-то коррекцию завтра можете пробовать открывать покупки и зарабатывать на лонгах по данному криптовалютному инструменту и дочку он друзьям здесь тоже замечательная ситуация рисуется по данному криптовалютному инструменту а почему потому что есть у нас поддержка 0 0 8 35 есть реакция на этот уровень поддержки перекрывающий импульс от 25 января после которого несколько дневочек проконсолидировались и поджали хорошо наверх то есть реакция у нас наверх по данному инструменту рекомендую открывать покупки стоп-лосса выставлять либо за минимум локальные коррекции 0 0 8 30 либо за откатные минимумы в районе 0 0 8 10 в любом случае замечательное накопление позиции как и по бенби значит там позволяет спрогнозировать хороший импульсный рост о данной криптовалюте друзья у меня на сегодня все если вам понравился обзор поставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на мой youtube канал мария кухта трейдер напомню кого интересуют торговые идеи от меня можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал сигналов а также в телеграме мне есть открытый канал мария кухта трейдер тоже подписывайтесь все значит будут там под видео вся информация будет под видео все ссылочки будут под видео напомню что на моем youtube канале мария кухта трейдер я регулярно выкладываю свежие видео с актуальными торговыми идеями по валютному рынку по криптовалютному рынку по фондовому рынку фондовый индекс анализируем металлы товарно-серьевой рынок то есть все рынки анализирую и вы сами можете видеть как отрабатываются те торговые идеи которые вы от меня получаете в видео обзорах на моем youtube канале мария кухта трейдер поэтому подписывайтесь друзья ну что ж всем спасибо за просмотр всем прибыльной торговой недели хорошего дня и до новых встреч